привет всем дорогие друзья гости канала мои подписчики любимые рубрика ташкент дом вашего детства продолжается и сегодня мы находимся если вы заметили на 11 квартале махабада так кто помнит это место сейчас здесь мегапланет торговый центр а раньше здесь была просто барахолка стоянка и в общем непонятно что помните и сегодня мы здесь на единство квартале неспроста потому что сразу трое людей которые здесь раньше проживали на 11 квартале обратились ко мне чтобы я снял для них во их не родные дома дворы где они раньше проживали но и как-то так получилось что они уехали по разным причинам другие страны и сейчас проживают конечно ностальгия очень такое приятное чувство хочется увидеть свои дома дворы что мы сейчас и сделаем смотрите даже не верится что на этом месте раньше был пустырь и люди вытаскивали все свое барахло которое можно было как-то продать поменять ну что мы заходим во двор это номер два дом девятиэтажка да я тоже перекрасили в серо-белый цвет красили тоже долго весь ряд этих девятиэтажек вот они вот это второй дом последний детажка 59 дом все они вот так перекрашены мы заходим во двор первого дома второго дома и четвертого и сегодня по просьбе нашей подписчицы наталья которая живет возле владивостока и в девяностом году она уехала с ташкента на постоянное место жительства в россию и мы сейчас хотим показать ее двор как он поменялся и дом номер 4 на 11 квартале наталья вы наверное знаете что в первом доме вот 11 квартал первый дом здесь был жек он также есть шек никуда не делся кажется он здесь в первом подъезде ли во втором подъезде был да нет вот здесь кажется на первом да да здесь был вы говорили еще бассейн на всю территорию двора такие аксакалы здесь сидят ну сейчас бассейна нету сейчас есть футбольное поле залили его видите бетоном пацаны играют а вот ваш дом номер четыре вот он здесь на месте квартира номер десять квартира номер десять давайте я поднимусь сначала покажу так фасад он поднимусь вот так сейчас давайте я поднимусь до 10 квартиры здравствуйте растам еще раз с ташкента я уехала в каком 80 90 году я родила сына по 3 квартиры 8 этажей и вот по обстоятельствам уехала живу сейчас я в приморье город партизанск это недалеко от владивостока и находки конечно очень жалею что уехал уехала я не по своей воле можно сказать родители чем это за 20 лет то было вот в ташкенте ташкенте я жила на юно сабаде сначала мы жили темно сама был бы один дом 50 первый подъезд квартира здесь нас еще во дворе был большой 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 вот за этим сразу же у меня школа жила 20 40 до 20 очень бы хотелось бы посмотреть эти вот родные ну а что родные поэтому мосту мы пешком ходили по через санцабадский этот мост мы пешком ходили на это на красную площадь или с красной площади тогда 1 мая там 9 мая мы потом пешком на красной площади школьные годы мы стояли с этими флажками рисовали как вы помогали наши окна вон там на четвертом этаже идемте прогуляемся чуть-чуть вот в этом доме на третьем этаже жил мой одноклассник возможно там живет андрей акчурин по прозвищу китрин давно я не был здесь наталья ваш дом задней стороны получается узнаете свой двор андрюха в третьем доме жил конечно вот детство прошло жалко что сейчас нет трамваев у нас с ташкента как бы родственники все тоже разъездыхались все по россии где-то здесь но мы уже как бы с кем-то там остались еще какие-то там остался моей мамы и родной брат вот женой и трое деточек ну лёня он правда у нас умер у него рак головного мозга был и вот и вера ну с ними тоже ташкент никак не получается сейчас я уже здесь живу уже сколько лет сына у меня 35 мне 55 в этом году будет здесь у меня уже две девочки родились и в данный момент у меня уже здесь в общем-то 8 внуков вот скоро будет 8 8 внуков так что вот здесь уже обосновались уже корешки здесь пущены конечно номер два здесь уже и папу похоронили и бабушка с ташкента тоже у нас потом здесь при море жила тоже уже здесь осталось так на кладбище там тоже очень много на это крестили меня на это кладбище вот все вроде бы сказала ой как приятно вот это вот все с вами поговорила сейчас и кому-то душу или наклила вот да наталья как вам двор который вы сейчас видите поменялся ли он дом номер один вы уехали в приморье город партизанск который недалеко от Владивостока наверное испытываете колоссальные да ну может быть уже привыкли за такое время погоде которая была здесь и которую вы сейчас там ощущаете да у себя садик он не частный оказывается он государственный очень красиво все сделано действительно 74 ну а мы подходим во двор 11 дома и по просьбе еще одного нашего подписчика Ильдара Идрисова который здесь проживал в 11 доме 11 квартала он также попросил снять его родной дом двор что мы сейчас конечно и сделаем да очень ухоженный дом очень ухоженный двор асфальт посажены елочки и ваш родной двор Ильдар вы не сказали в каком подъезде вы проживали поэтому я постараюсь все снять медленно вот так сейчас выглядит ваш дом и узнание отца а а и и и и и а и и и и приедемся сюда Целая вручная растет, уже правда просыпается Тихий, уютный инособатский дворик Ильдар, напишите в комментарии, как поменялся ваш двор Что изменилось Хотел спросить подписчиков, снятся ли вам сны, когда вы уже долгое время проживаете в другом месте, а детство ваше прошло, например, в Ташкенте Снятся ли вам сны, когда вы еще до сих пор маленький Также бегаете по этим дворам, хотя вам уже, ну, кому-то по 30, 40, 50 лет, кто уже проживает в другой стране Но во снах также возвращается в свой родной двор детства Напишите, пожалуйста, комментарии Если таковые есть, если такие сны снятся вам Мне причем часто Наталья ваша, ваша, четвертый Ну что Ну а мы теперь пройдемся до 19-го дома По прозвии Светланы Волковой Которая также в 1994 году уехала с Узбекистана И сейчас мы снимем ее родной двор 19-го дома На 11-го квартале у Собака И я вам его покажу Дом номер 3 Во дворе до 2-го и 3-го дома Также 4-го И выходим в сторону 19-го Садняя сторона мегапланета Садняя сторона мегапланета кажется 14 дом вот этот с правой стороны мы здесь уже раньше делали репортаж еще раз я вам покажу черешня во дворе растет огромная черешня ну а мы держим путь к девятнадцатому дому 11 квартал и мосрабада москва москва 18 18 дом двухподъездный если я не ошибаюсь такой малыш да здесь раньше тоже проживал мой товарищ роман полторацкий который долгое время занимался легкой атлетикой а именно видом копьем метанием кажется копье бросал вон там в первом подъезде он проживал на первом этаже ну а мы идем к девятнадцатому дому сайт мы в вашем дворе дом номер 19 также не указали да в каком подъезде каком этаже вы жили поэтому я пройдусь до конца дома сниму вам его и 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 Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы мы вам показали ваш родной двор, дом в Ташкенте, где вы проживали, у меня такая убедительная просьба, оставляйте голосовое сообщение мне в Telegram, ссылочка будет внизу к описанию к этому ролику, где вы спокойно наговорите, какое место, какой двор, какой дом, какая улица, вам интересно, чтобы я прошелся с камеры и снял для вас ваш родной двор. Напишите какие-нибудь еще места, дорогие все вашему сердцу, школа, садик, который вы посещали. Конечно, я постараюсь это сделать. Просто вот видите, Ильдар и Светлана не указали именно какой номер квартиры, номер дома указали, а вот номер квартиры, номер подъезда, я не знаю. Вот так бы я мог вам подняться и на этажку показать вам, как выглядит сейчас ваша, например, квартира. Ну, со стороны, конечно, лестничной клетки, заходить мы не собираемся. то есть давайте полную информацию, хорошо? Обязательно это все мне делать в Telegram. Если не получается голосовым, хотя, честно говоря, очень удобно, я бы ваш голос ставил в ролик с вашей фотографией. Ну и людям понятно, кто что просит и сразу видно этого человека. Поэтому давайте, пожалуйста, полную информацию. Ну, а мы прогуливаемся во дворе восемнадцатых, девятнадцатых домов. Может быть, кто-то в этом доме также проживал, уехал, и вам будет приятно видеть свой родной двор. Ну что, дорогие друзья, рубрика «Ташкент. Дом вашего детства» продолжается и оставляйте свои комментарии, мы все читаем, стараемся всем отвечать. И если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать наш канал. Ссылочки все в описании к этому ролику. Как таковой ставки нет, все на ваше усмотрение. Поэтому смотрите нас, пишите, ставьте лайки, делитесь. Всем всего доброго, пока-пока, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова